Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги! Мы живем в эпоху больших перемен в экономике, промышленности, в технологиях. Появляются целые отрасли, целые области знаний и профессий, которые не существовали ранее. А как найти свой путь? Как выбрать профессию, которая будет успешна не только сегодня, но и завтра и послезавтра? Какими навыками и умениями надо обладать в новой цифровой экономике, при новых технологиях? И как выбрать высшее учебное заведение? Сегодня мы об этом и многих других вопросах говорим с ректором Московского авиационного института, академиком Российской академии наук Михаилом Погосяном. Михаил Асланович, здравствуйте! Добрый день, Василий! Несколько слов о том, что сейчас происходит в образовании, успевает оно, и что ему нужно делать, чтобы успеть за изменениями в экономике, промышленности и технологиях? Действительно, сегодня к образованию предъявляются совершенно новые требования, и для того, чтобы быть адаптированным к этим новым условиям, необходимо принципиально поменять модель развития университетов. И если университеты первого поколения, это были университеты, которые готовили кадры, обеспечивали социальный лифт, университеты второго поколения, это те учреждения, которые занимались научно-исследовательской работой, то сегодняшние требования – это центры новых знаний, это центры компетенции, это создание новых предприятий, коммерциализация технологий. И, конечно, это предъявляет радикально новые требования к процессу подготовки кадров и к самой модели функционирования университета. Сегодняшнее образование должно быть практикоориентированным, оно должно полагаться и готовить людей не только для, как Вы уже говорили, знаний сегодняшнего дня, оно должно быть ориентировано на будущие компетенции, которые будут востребованы. Поэтому в этом смысле университет должен являться новой средой, которая объединит те новые задачи, которые ставит рынок перед собой, и те конкретные требования, которые направлены на практикоориентированность обучения, на компетенции будущего с теми образовательными стандартами, которые сегодня реализуются в процессе подготовки кадров. Я хотел бы сказать, что сегодня университеты перестали быть локальными институтами, которые готовят кадры для отдельных стран или отдельных регионов. Образование становится глобальным, идет глобальная борьба на рынках за таланты, идет глобальная борьба за те перспективы, которые могут открывать те или иные новые направления. И надо сказать, что сегодня вузы конкурируют не только на внутреннем рынке за студентов, но они конкурируют и на международном рынке. И умение работать в различного рода средах, в распределенных командах, умение общаться на международных профессиональных рынках, сегодня становится одной из важнейших задач, которая стоит перед выпускниками вузов. И концепция университета третьего поколения, она как раз предусматривает интеграцию, с одной стороны, управленческого и инженерного процесса, она предусматривает практикоориентированность, как я говорил, и преподаватель, который не ведет реальных проектов, не имеет опыта, работает в этой области, не может учить. Я хотел бы сказать, что одной из задач является то, что не только студенты учатся в университете, но и преподаватели тоже находятся в процессе постоянного повышения своей квалификации, в постоянном процессе обучения. Ну и, собственно, университет становится новой платформой для коммуникации между различными группами постановщиков задач, исследователей и тех, кто готовится для работы в будущих направлениях. И говоря об этом, я хочу сказать, что и Московский авиационный институт сегодня движется в рамках этих тенденций. А чему сегодня, какие навыки, какие компетенции нужно давать студентам, чтобы они могли быть успешными в технологиях, в экономике будущего? Ну, я думаю, что в первую очередь процесс обучения должен быть непосредственно связан с приобретением практических навыков. Технологии меняются так быстро, что невозможно... Не все из них можно изучить в ВУЗе. Невозможно отделить получение теоретических знаний от получения практических навыков, потому что цикл изменения технологий сегодня составляет 2-3 года, и если процесс обучения в ВУЗе, как мы знаем, составляет 4-5 лет, то человек может выйти уже глубоким теоретиком, если за время обучения не использует тот опыт и знания, которые он получил в реализации конкретных задач. И в этом смысле на сегодняшний день есть высокая востребованность к модернизации учебных программ. Есть большие требования к отдельным курсам, которые были бы посвящены отдельным направлениям развития технологий и, собственно, позволяли выйти выпускнику ВУЗа не только с багажом фундаментальных знаний, но и выйти с конкретными навыками в различных областях. Говоря о тех направлениях, которые в значительной степени определяют перспективы развития высокотехнологичных отраслей, я хотел бы сказать, что с моей точки зрения это такие направления, как управление жизненным циклом изделий, как математическое моделирование, как проектирование конструкций из композиционных и аддитивные технологии использования их в процессе технологической революции. Это интегрированная авианика, это более электрические системы. И мы должны готовить людей, которые способны работать как в базовых отраслях экономики, так и на рынках научно-технических инициатив, так и людей, которые способны работать на международных рынках. И это все требует и трансформации учебных программ. Готовя кадры сегодня, мы должны обеспечить подготовку специалистов, которые владеют новыми технологиями, новыми услугами, новые продукты могут создавать. Это возможно сделать только на базе долгосрочных устойчивых взаимоотношений с стратегическими партнерами из базовых отраслей индустрии, так и с новыми компаниями, которые создают новые направления, такие, например, как беспилотные летательные аппараты. И, собственно, Московское авиационное институты, здесь есть хорошая база, с учетом того, что направления подготовки внутри МАИ, они являются очень комплексными и многофункциональными. Это и авиационные комплексы, и комплексы информационно-телекоммуникационных систем, и силовые установки, энергетические установки, ракетно-космическая техника. И, собственно, такой набор технологий позволяет будущим выпускникам, во-первых, уточнять профиль своей подготовки в процессе обучения, а во-вторых, быть готовым к различного рода задачам в реальной жизни. Я хотел бы сказать, что для нас очень важно, чтобы эти новые направления были интегрированы с реальными конкретными программами. Только на базе конкретных задач мы можем обеспечить получение практических науков. И в этом плане Московский авиационный институт выстраивает долгосрочные отношения с индустриальными партнерами, такие как Объединенные авиастроительные корпорации, Объединенные двигатели строительные корпорации, входящие в структуру российских технологий, Объединенные судостроительные корпорации и целым рядом других крупных компаний, так и с компаниями, которые занимаются развитием и освоением новых рынков. В частности, в рамках агентства стратегических инициатив мы тесно взаимодействуем с группой, которая занимается развитием аэронета. Я думаю, что реализация такого рода практических задач позволяет как раз обеспечить ту практикоориентированность, которую мы хотим сформировать в процессе. То есть студенты не только получают очень свежие знания сегодняшнего дня с помощью этих компаний, но и в принципе уже начинают работать вместе с ними. И они действительно могут в процессе учебы понять, насколько те знания, которые они приобретают, пригодятся им в будущей жизни. Они готовятся работать в условиях постоянных изменений, что с моей точки зрения является принципиально важным. Цифровые технологии, сегодняшняя технологическая революция, она как раз предъявляет очень жесткие требования с точки зрения умения работать в постоянно меняющейся обстановке, в постоянно развивающейся среде. И надо сказать, что тот фундамент, на котором строится программа подготовки студентов в Московском авиационном институте, имеет хорошую основу для адаптации наших выпускников в такого рода изменяющейся постоянно среде. И мои сегодня входят и в рейтинги ведущих технических вузов по уровню трудоустройства после окончания университета, по уровню средней заработной платы. И, собственно, наши выпускники занимают очень хорошие позиции в составе верхнего уровня управленческих кадров для крупнейших российских компаний. Ну и, собственно, это дает нам возможность, имея такой прочный фундамент, как раз внедряя новые программы подготовки, двигаться в ногу со временем. И, собственно, это сегодня, наверное, главный тренд, который стоит перед нами в процессе подготовки кадров. Я хочу сказать, что сегодня реализуется большое количество наряду с базовыми направлениями подготовки и направления подготовки, которые дают узконаправленные знания по конкретным сегментам. И такие короткие двухмесячные, трехмесячные дополнительные программы подготовки, параллельно с получением базы образования в университете, как раз дают возможность выпускникам Московского авиационного института иметь различные сценарии дальнейшего своего развития в рамках постоянно меняющихся среды. И это программы, связанные с теми направлениями, о которых я уже говорил. Это управление жизненным циклом, отмоделирование. Эти специальные знания, которые являются дополнением к базовым программам подготовки, позволяют нам активно участвовать в решении самых передовых и сложных задач. Михаил Асланович, а что бы Вы хотели посоветовать, порекомендовать родителям, которые сегодня вместе со своими детьми выбирают будущий путь, помогают своим детям определиться, какой вуз выбрать, какую профессию? На что обратить внимание при выборе вуза? Я думаю, что важно, чтобы программы подготовки были мобильными, были адаптированы к будущим вызовам. И важно не только определить, какое базовое образование Вы хотите дать своему ребенку, важно определить то место в будущей жизни, которое Вы хотите, чтобы он занимал. И те вузы, которые как раз дают наряду с базовым образованием большое количество различных дополнительных программ, с моей точки зрения, будут лидерами в дальнейшем процессе подготовки кадров. Дорогие друзья, а в следующих сериях мы поговорим о конкретных направлениях, которые будут определять конкурентоспособность в экономике завтрашнего дня. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok